Володя щепарничает с сухарями, из мешка сыпанул в столовой тазик. Рыжая уже ждет, а? Рыбу ждешь, рыжая? Под столом сидит, под скамейкой. Так, что у тебя тут? Вот я сейчас стереть буду морковку утром. Своя морковка с поля, без отравы, кочерыжка от капусты. Володя тут банки. Сколько банок наставил, то все это будет заполнено на зиму готово. Внизу тут у нас помыльную. Будет яблочное варенье. Яблоки-то все изрезали? Да. Значит, еще принести? Еще надо будет, да? Ну, надо смотреть, там есть или нет. Они пока еще дозревают. Сейчас сварится. Что у тебя? Где? Сейчас сварится. Сварится сейчас. Варится, да? А, это ведро что у тебя стоит? Тоже с яблоками. С ягодами? С яблоками, яблоками. Яблоками. Да. Так у тебя в печке-то рыбы нету? Нету. Но я жду, когда она копится, вас же понемножку таскаете. Ну, понятно. И тогда поставлю. Что-то ты у тебя, ладно? Что-то лапу подняла. Ну, что, я буду тереть, наверное, сейчас? Да, тереть я. Ну, давай. Ты свои там дела покажи. Да, вот. Сниму с тебя все. Маленькие дела-то. Вот так. Хороший вот этот пиджачок. Я в нем ездил по всему миру. Вот карман какой. Я сверху вот еще сколько нашил. И вот этот вот карман, во, ничего не выпадет. И здесь это. И вот в этом я, как у меня рабочий, я в нем там и спал, и ехал по путешествию. От Владивостока до Лиссабона. Это очень известный пиджак. По всему миру проехали. Особенно интересно, как она в здании принимала. Там библиотека шер. Которая была. Она, как я, много лет приготовилась, пока освоила этот язык. О, какая морковка какая. Это вообще, я не видал такой. На счет похожа она на уточку. Да. Но я хотел это братьям отдать. А вам вот. А, ну все равно обряд у тебя подготовлен, чтобы отдать можно было. Так, нету дощечки надо будет подрубить. Вот. Пощерышку. Ну и она говорит, вот я сколько лет готовилась тут, принимать там конкурс какой-то, видимо, был в библиотеке. И в моей книге принимает, сразу тележки подвезли и показывает. Вон дальше, это говорят, это королевская библиотека. Ваши книги сразу туда пойдут. Она посмотрела, сразу оценила. В королевскую библиотеку Дания, повторяю. Копенгаген. Вот так. А эти-то, которые нападают, в общей сложности, еще раз больше ста человеками не напали. В один день такого не было. Это я атака. Согласованная. Притом, одинаковые матерки. Ругательства страшные. Потом, ролики совершенно не касаются. Собаки дрессируются, допустим, показывай голубей. Люди, встречи, из храма вышли, беседуем. Ну, разницы никакой нету. Они заказ, деньги получают. А вот я сказал, так это, евреи, евреи, все весь мир погубили. Там, ну, неправильно это. Ну, твоё мнение такое. Я ничего не отрицаю, повторяю. Я нигде не отрицаю ничего. Я вижу только, что во свете битвы это все можно по-другому видеть. Вот это тебе сгорится куда-нибудь? Да, да. Это кощевишку, чтобы мне протереть, я ее. Да. Так. Так, я каждое утро, в обед. Все, руки мойте. Сейчас она закончится. Да, я Виталию говорю, пока руки мойте. Ну, что, сначала, я скачаю рюшку тут в патрук. Говорят, в ней много радиоактивных веществ. Группы всякие, какие-то вещества. Ну, все, естественно. Много радиации в грибах. То есть люди уже думают, что здесь есть голодные. Вот где мы обедаем, там люди спрашивают, покажите, как обедать. И мы обедаем. Столько злобы, столько всего. А, бомжи! В грязи живут, а мы на кухне в лагере. Они остались там. Это не дом никакой, нету. Так, как угодно можешь назвать. А то у нас, для того, чтобы это приготовили где-то, это другое общество. Другие люди пошли. Они ничего не знают, ничего не видят. Ну, а животное чувство-то есть. Его за стол не посадили. И вот, что бы ни говорил, он не понимает даже, о чем говорится вещь. А то это? А нас, а что это? Принес Никита нам на Южный Прус. Мы обедаем. А почему мясо нету? Это вам все-таки приносят. Дармоеды. То есть мы работаем, пруды восстанавливаем, мы дармоеды. А он в городе живет, не дармоед. Сыду десятые звезды, не знаю, как это бывает. Все это делается. Обеданно. Есть бывает, которые понимают и говорят, не отравлены, никакого ЖКХ, никто тут на деме не командует. Свободно развивается. Сейчас. А-а-а, это Дом-2. Что за Дом-2? Еще какая-то пакость такая. Все убираются. Какое Дом-2, какое отношение. Увидали девочек наши где-то. А в Манкете я ее бы замуж взял. Еще он тебе 15 лет, он увидал ее и сходит похотью. И они нападают. А ничего не понимают вот эти, которые. Они стали, запуская роботов, они сами стали роботами. Манкурцы. Ну, нет суда божья. А кухота-то смертная, ничего больше нет. Вчера мне написала Анастасия Ривка, которая была при обещении для Египеев. Умная такая обещанка, хорошая. Ну, и спрашивала меня, аллегорический смысл того, что от Левита убежала наложница. Потом он ее домой не довел. Ее там насиловали. И она умерла от насильника. Это не грозовский век. За которым ничего не могут доказать. И посадили 14 лет на их отроле. Во все. За убийство 5 лет от досрочно освободят. Каждый день на 17 тысяч абортов. Ничего не это заметили, а ребенка там толкнуло, или что-то. Ну, все извращено. Вот. Смотрю на все это. Чем-то не травнули. Сейчас уже наливаю. Я покажу, как ощущается. Это на самое мелкое. Почему? Много времени провожу я за компьютером. Вчера. Две недели прошло или нет, заплатил 510 рублей. Опять вчера отключили. Дополните еще 510 рублей. Правильно, неправильно. За что? Ни скать не разговариваю. Ничего не скачиваю. Со своими ресурсами только. Работаю. Захожу несколько раз в день. И дам на ночное время. Ночное, говоря, дешевле. Там где-то. Опять отключили 510. Пришлось звонить в 1-ом. Видите, ну как же так. Ну, какой смотря там подключили вам режим. Ну, вот, да. И сейчас пройдет. Чего-то там. Ну, минус 20. Прошло. Подключили. А тут с этими. Сергея-то нету. Вон на улице дрова колет. Ну вот. Уже видно его колет? Да, да. Колет. Я показал тогда. Виталий колет. Что-то я вам говорил. Виталий просил на соревнования по собакам там. Здесь он поехал. Дали свой аппарат. И теперь там взял свой. Сделали по-своему. Еще ни разу не было, чтобы они что-то меняли. По-своему и было лучше. Мой аппарат оказался просто так, а Сергей на свой. На свой, еще не говоря, сдал в администрацию нашу. А это сказано было. Интересно. Для них главное, это наше выступление. Сергея с двумя собаками. С его командой. Ну и других показывать. Вот так неинтересно будет. Что своих показывать, а других не видать. И уже начнем. А вчера я посчитал, а уже выставили. 48 роликов. А там по полторы минуты, по две. Зачем? Я соединяю. Когда где-то на благовестии бывает, я смотрю, можно ставить или нельзя. Неподряд. Проверку делаю. Главный редактор. Ну. Старшего администрации, все-таки я. Мои ресурсы. И слова не говоря, сдал. Выставили. Я их не могу выстоять. Теперь прошу в администрацию, пишу, уберите их. Соедините в том порядке, как они были. По полчаса хотя бы были так, тогда ролики. И в одну папку полчаса. Номер папки такой. Я дальше отзаглавлю. Вот ведь штука-то какая. Теперь опять мамолчок. Это все свежее. И они... Меня всегда интересуют. Ну. Показать, зачем? А потом, ну хотя бы это запомнить. И вы испортили дело. Ролики намного-намного позже теперь появляются будут. Вот как делается. Оттуда выскребаю. Как чистить терку после этого. Вот она вся. Это как вздумная щетка. Должна быть твердая. Теперь все это наискосок надо расчистить. А теперь вода, чай. И на... Вот так. И тогда... После первой просчистки уже еще осталась. Но... На следующий раз она будет уже готовая. Неохота некто. Спрашивают, от нас уехали бы морковку у тебя каждый день тверли. Нет. Никого нету такой, чтобы был последователь. Как мы вот здесь. Щетка, ясно. Каждое утро. А обед иногда и вечером. Лень. Неохота. А есть. Хотят. Дай только. Никто не откажется. Вот это особенно тертое. Вот теперь второй раз я поливаю. Все. Совершенно чисто. Все на этом. Конечно, порядка все надо съем. Володя оставлю. А ребята, мы только вот пополам. Вот она. Такая морковочка. Во славу Божию. Христественное Божие. Поделы мне грешны. Спасибо.